это все фикция это выдумка нет никаких контрактов хорошо почему у вас так сказать не продлились отношения с тимоти мы это слепок из жизни какая химия между ними произойдет это вот есть реалити друзья всем привет в эфире джесухпад и сегодня у нас в гостях в казахстан прилетел креативный продюсер comedy club production армен аганян армен аганян креативный продюсер comedy club production продюсер реалити-шоу танцы холостяк и замуж за бузову сейчас вместе с журналисткой агирима аксакаловой армен аганян снимает реалити-шоу для одного из казахстанских телеканалов и сегодня вместе с нами также моя коллега агирим аксакалова автор и продюсер нового реалити-шоу на одном из казахстанских телеканалов армен добрый вечер добрый мы с агирим не виделись давно агирим долгое время жила в дубае сейчас вернулась казахстан и вернулась очень крутой идеей дармен до что-то интересное готовите ну задумка очень неплохая но в какой-то степени ну то есть я с таким не сталкивался и самое главное она отражает то что сейчас происходит и в россии как я понял в казахстане это вот эти тенденции к трансформации к преобразованию огромное засилие коучей тренеров и менторов наставников увидеть даже слова аж четыре есть этому определение то есть это супер популярная как оказалось вещь но смысле я точно знал оказалось что и здесь казахстане это супер популярно и вот агирим и жамал связали со мной и озвучили эту идею мне показалось очень перспективным армен почему не холостяк казахстан чтобы привести холостяка в казахстан нужно кому-то из казахстана связаться с правообладателями этого формата с компанией warner brothers но вы же есть нет я всего лишь человек который снимает эту программу а за права нужно за правами нужно куда-то обратиться я не знаю сумму но это доступно я думаю я не думаю что это сверху не холостяк ну если честно потому что я считаю что есть более полезные продукты для общества и наш проект холостяк это классный проект там безусловно можно продвинуть свой личный бренд и возможно даже найти свою любовь но наш проект все-таки про другое про трансформацию и про позитивные изменения то есть ты хочешь сделать полезное реалити да да мне кажется что армен люди которые смотрят холостяк замуж за бузову и все что делает comedy club production это как раз знаете это как залипнуть в инстаграм да то есть ты приходишь после тяжелого рабочего дня включаешь телевизор и твой мозг просто отдыхает ну я в принципе представляю развлекательное телевидение ну конечно это прежде всего развлечения можно ли оттуда извлечь пользу сто процентов можно позитивные эмоции как минимум да можно ли там найти любовь отношения сто процентов можно этому из тысячи примеров вот и поэтому там а кто там нашел себе любовь любовь тимати судя по всему еще не нашел свою любовь но это нужно у него спросить вот или вот и в инстаграме там уникальца софарова точно сто процентов позвоните мать и узнай прямо сейчас я могу позвонить катю знать ну давай позвоните катя 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 в испании тимати был в греции столько информации про катю катя они ходили только на премиум у ств с тимати вот у меня тогда возник вопрос почему в контракте не указали что они должны быть с тематем ну хотя бы как минимум три месяца после холостяка асмута знаете что с контракт и почему вы все время их отвечать я журналист контракт фикция это выдумка нет никаких контрактов хорошо как иначе екатерина сафарова екатерина сафарова мы два дня с ним на свидание вы два дня подряд встречались а вы вместе вы ночевали вместе а как проходили ваши свидания расскажи ну как ну я не знаю спросите тимура кать привет посмотрите какая красотка посмотрите какая она красивая господи катя добрый день не сказать стану привет я за вас болела катя очень сильно на холостяке и была очень рада что вы выиграли вот в этом спортивном мероприятии болельщицы болельщицы твои я за вас очень сильно болела до 5 почему у вас так сказать не продлились отношения с тимоти мы наблюдали за вами это тяжело когда ты выходишь из какого-то шоу и ты уже понимаешь что люди знают намного больше о твоих отношениях чем ты хочешь чтобы они знали и от тебя как будто требует чтобы ты рассказывала и показывала свои отношения когда тебе может быть не хочется это делать и люди начинают додумывать они вместе они не вместо тут вот тут все и на самом деле люди очень много как бы придумывают и додумывают но самое главное понимать и знать свои отношения и все то есть самое смешное катюш прости что прости прости что перебиваю вот это контракт откуда что за контракт и кто их подписывает я в шоке всегда я так ржу люди знают столько информации ну да может быть мы журналисты хотим что-то додумать может быть нам кажется что ну мы наверное может быть как журналисты или там просто аудитория нам хочется что-то усложнить может быть действительно все гораздо проще я видела вас на премию мус твс тимати но затем мы видели как вы улетели в испанию а тимати улетел в грецию и сейчас мы видим там фотографии тимати сам опубликовал с новой девушкой я подумала ну почему они в контракте не указали ну хотя бы как минимум там контракт в том самом контракте вот именно потому что как бы людей можете контрактовать на любовь знаменитый контракт я живу между москвой и барселоны и миланом сейчас барселоне потому что у меня дела в барселоне потом я полечу в москву когда у меня будут дела в москве и в принципе вот так вот насчет тимура я за него конечно очень рада он очень хороший парень у меня нет вообще ни единого плохого слова к тимуру и особенно к его семье я просто знаю его семью и не знаю это прекрасные люди которые особенно мама их мне симона очень хорошо воспитала двух братьев я очень люблю и не знаю я вообще просто фанат семьи юнусовых они все очень классные и только счастья всем желаю на конкурсах красоты когда выбирают красотку самую красивую девушку там же в течение месяца проходит всегда выбирают самого адекватного человека то есть мало красоты вот мне кажется что в проекте холостяк победила самое адекватное помимо красоты в что там были все красивые я я не знаю что значит победила там был какой-то приз вообще армен вот я тоже задаю такие просто у них вообще другое абсолютно понятие качушка ответишь это самое я и это у нас почему потихоньку вообще-то потихоньку тебе начинают задавать вопросы знаешь ли это был мой момент славы между прочим это было его предложение позвонить к вам я может быть соскучился а вы не жалеете что вы приняли участие в этим в этом проекте если было бы возможность вы вы что-то поменяли вы не представляете какие эмоции ты испытываешь просто когда ты так находишься твоей жизни как будто все переворачивается все намного быстрее идет и никогда не знаю что произойдет это очень интересно это ну эмоционально тоже тяжело но очень интересно и я познакомилась с такими людьми я обрела друзей там парня когда будешь за вас в москве пиши правда у меня съемки но ты напиши а я не отвечу спасибо тебе большое раз буду тебя видеть спасибо ну это просто прекрасно я когда начинает писать в социальных сетях комментировать выпуски там писали про девчонок какую-то информацию отвратите я просто я готов был убивать разрывать за них потому что но там они прекрасные все девочки да там есть ну судьбы у кого-то тяжелее а тому допустим слава богу у кати там ну либо она это как-то не об этом не афиширована у него вот слава богу другое настроение до другой то нет а меньше таких негативных историй у кого-то были совсем жесткие истории но они все прекрасные люди изначально болела за катю знаете почему потому что она не играет никакую роль вот это важно мне кажется люди так устали от актеров знаете динара вот я так поняла мы сейчас снимаем реалити и армен обучает можно сказать данным этому искусству я и мы четко стали осознавать тот факт что любого человека можно показать вот прям совершенно разных сторон тут вроде бы вроде бы ты понимаешь что так и есть со стороны даже в интервью можно так нарезать до вырвать из контекста слова и там показать его каким-то негодяем или наоборот но в чем заключается эта магия реалити это самое вообще большое волшебство в том что когда вот мы сейчас закончим с вами интервью режиссер скажет стоп камера и когда это происходит потом самое волшебство происходит спустя пять минут после вот этого слова стоп камера люди пока показывают кто они есть на самом деле и сразу они снимают эти свои маски расслабляются и говорят то что они хотят и вот именно в этом проекте армен он действительно для меня это тоже вопрос я спрашиваю постоянно почему вы допустим я тоже говорю вот алису ту же самую да вы в конце показали ну мягко говоря какой-то даже чуть-чуть двуличная потому что она вышла из проекта просто с огромной волной хейта а ты при этом вот у кого я спрашиваю все ее не любят да и а ты при этом на местной территории которая болела полностью за катя все ее не любят и рим только что сказала важную вещь выключается камера человек снимает маску реальти шоу вот можно же вообще не надевать эту маску то есть какой человек будет выигрыш не смотреться в реалити который надевает маску или который вообще вот просто такой же как и в во первых в реалити шоу можно не выключать камеры это в отличие до от каких-то форматов которые заканчиваются там можно в принципе снимать постоянно вопрос другой как это все потом монтировать как бы вы наверно прекрасно понимаете что чем больше снял тем больше монтировать про маски это от ровно такой же реалити шоу это слепок из жизни укороченный сжатый период чтобы можно было ретранслировать основные идеи вот как в жизни как в жизни лучше придумать себе образ как у нас сегодня девочка наша героиня шоу которая сама себе придумала я думанный образ ему пытается соответствовать ей тяжело и это проблема в ее жизни она сама себе придумала это не мы сидели с айгирим прописывали историю какую-то это точно такой же выбор как и в жизни ты можешь быть либо открытым не так не открыт таким какой то есть в заводскими настройками либо придумать все в жизни нет призов в жизни нет финала который ждет тебя до в конце реальти шоу как нет призов на смысле финал там каждого стоит имеется в реальти шоу мне вот интересно я как человек который работает почти 20 лет на телевидении я знаю что вы икрашни когда ты такой же в кадре как и в жизни потому что есть очень много людей которые в кадре мега энергично давай давай а в жизнь такие интроверты им тяжело да то есть вот быть там человек подходит за автографом а он такой колючий да вот все таки вы как эксперт как профессионал дача который работает в камень диклаб продакшн вы знаете всех звезд то есть как все таки лучше мне это невозможно ответить на этот вопрос он фактически во-первых в какой программе в реальте шоу про выживание как последний герой там лучше быть самим собой потому потому что реакция остальных ну твоя жизнь зависит от участников твоей команды соплеменников как у них да и они тебя могут просто выгнать потому что ты отвратительный человек там лучше быть с таким в женском шоу где ты ищешь любовь лучше ну если ты хочешь найти любовь тоже наверное лучше быть собой чтобы тебя человек почувствовал потому что как и в обычных отношениях и еще раз повторяю это все то же самое как жизнь как и в обычных отношениях ты можешь вот я как парень на то есть чтобы завоевать девушку я могу конечно месяц стараться быть идеальным подавать руку брать в аренду только вип-машины это но потом же придет покорить соответственно и потом же придет осознание что ты этот курьером работаешь доставки нет вы знаете у нас есть такая хорошая история я недавно брала интервью у нашей известной известной инста пары женя джуринской дани архизметов он как раз взял даже кредит для того чтобы ухаживать за жене и в итоге это завершилось браком поэтому это все а вы говорите приза нет вот он приз понимаете вы согласитесь со мной что телевидение и сцена обнажают человека определенно да есть когда человек выходит на сцену особенно в кадре его просто но там невозможно надеть на себя особенно в реалити вот особенно это просто невозможно потому что в реалити мы как его снимаем нас а вот армен нас научил у нас когда он вообще реалити про наставничество это это не секрет армен делится с нами опытом и рассказывает нам из чего этот велосипед состоит и когда изначально он говорил так давай напишем потенциально сценарий первой серии такая села вот как отличница первая сцена мальчик осет 26 лет он говорит маме мама я решился я переезжаю я переезжаю я мне нужна новая там квартира мне нужно отдельно собственное жилье и армен говорит вообще это не реалити так не пишется буря как пишется он говорит просто там осет решает что ему нужна квартира все я говорю как так как это вообще он бы просто берешь камеру подходишь и соединяешь человека ментора с человеком мэнти и вот какая химия между ними произойдет это вот есть реалити то есть вообще не а если вы не происходит меня героя это зависит от твоего кости вас герои например которые на тнт может быть вашем проекте новом когда вот героево просто вот боже нет харизмы и вы говорите ссори ты не участвуешь ну да конечно ты тогда и он тогда не проходит кастинг да конечно есть то есть это во время кастинг да ну кастинг в реалити шоу это как кастинг актеров сериал сериал можно прописать огромное количество супер текста с нанять очень хорошего режиссера камеры операторов но если ты кастинг провел плохо и актеру тебе не соответствует этой роли то все то же самое здесь в реалити каст хороший каст это на 90 процентов и вот мы сейчас нашли пять героев но там вот есть двое ну просто не из-за этого мира то есть они вот у нас и прекрасная девушка мы с именами мы можем произносить имена прекрасная девушка давай тогда кстати она молодец в этом плане она внешне абсолютно адекватно это не такая которая мне 33 мне нужен там нет она говорит просто я хочу быть счастлива по-женски вроде формулировка абсолютно адекватная ну то есть и вот и и второй парень он из караганды он работал на заводе до сих пор работы на заводе по производству брусчатки вот у него разнорабочий да он хочет собственно жилье и чуть-чуть изменить свою жизнь но не чуть-чуть как бы глобально изменить свою жизнь оба этих героя могли бы украсить любое реалити шоу то есть если бы они забрали на тнт я не могу забрать на тнт в тнт это большой я могу я бы мог их забрать на проект вот если бы я продюсировал проект последний герой но это простите это вот такой яркий приятно да я бы взял парня точно вообще сто процентов девушку бы я посмотрел все в наборе вот но парня вообще сто процентов но там просто персонаж сам по себе как вы говорите да к там харизма но она просто выбивается из расплески герем сейчас немного поделилась кухней дам такой инсайт что она начала писать сценарий и вы как продюсер из москвы оставил 2 до меня креативный продюсер comedy club production хочу еще раз подчеркнуть вы ну как бы обучаете да и герем сейчас помимо того что совместно с вами снимает реактив шоу она учится потому что у нас сожалению с креативом тяжеловато как создается креатив скажем там холостяки да вот у вас красот красивые девушки да вы даете им задание и вы им как-то подсказываете говорите что там катя пожалуйста немного эмоциональнее алиса попечальнее там не знаю настя ты еще что-то сделать или вы просто включаете камера мотор и они там что дадут то дадут но мы не просто что дадут то дадут мы задаем некие для них условия обстоятельства да то есть до трудности вот и от этих трудностей ну нет это обстоятельства это не трудности они могут быть обстоятельствами в прекрасном то есть когда ты девочку который вот как у нас была там до очаровательная адель но и она как бы есть вот все когда она из маленького небольшого городка да там он из к котлас ли котлас не правом неправильно называю все время его в общем когда ты ее вбрасываешь в обстоятельства каких-то шикарных у нас был новый отель ну и соответственно для нее это что-то удивительное что-то красивое это не испытание для нее это просто красивые и для вас вот эта картинку вы захватили камеры и восторг да мы смотрим впечатление дальше она уже живет там нас не было прописано о том что адель удивляется размером конечно ты ожидаешь потому что но для тебя это удивительно которые извините меня привыкли жить в таких отелях и такие да хороший номер добыли ну и это тоже нормально вы наших известных девушек которые занимаются так сказать одним делом благородным тоже приглашали вы вообще представляете уровень тимура и уровень его доступа к информации кто девушка и чем она занимается то есть он лично проверял ну конечно он знает все но мы как бы почему-то думаем о том что от мы все-таки и знаем информацию а тимур глупенький живет в выдуманном мире но это сверх образованный это сверхопытный человек это человек который но я не помню когда была фабрика звезд когда он в реалити снимался то есть я тогда еще не занимался телевидением а он уже снимался в реалити в качестве героя каждую девушку строй но нет но у него был у него и смотрите он не не давал отчеты проверен или нет он но то что он в этом сезоне и мы об этом говорили в программе принимал участие в выборе девушки потому что он нам сказала ребята если вы хотите чтобы у меня зародились отношения или появилась такая возможность теоретическая мне нужно знать что это за люди я так не смогу вот так вот типа приехать сказать о и все типа нас карета любви понесла куда то так ну человеку уже тоже но он опытный он взрослый поэтому сказал я должен принимать участие мы естественно сказали класса зато тогда будет по-настоящему и поэтому ну было такое на это мы озвучивали в программе мы прям говорили что он принимал участие в значит значит ну бывает дезинформация один а ваш кастинг вот ваше новое реалити-шоу я вообще о нем не слышала почему почему меня не позвали до анечку не позвали где вы что не люди возможно вам не нужен наставник почему вы хотели бы или вы хотели бы конечно мы наставников подбирали уже к людям под конкретные их запросы то есть нас не было запроса на которую бы вы в качестве ментора ну да я сейчас не вспомню может так если говорить о наших участниках и где мы их брали то я так понимаю что молодежь казахстана на данный момент настолько изголодалась по каким-то креативным крутым проектом что нам даже вот знаете вот бывает такое сито да ты хочешь вот так вот собрать что-нибудь интересное в воде и ты так тебе нужно много-много раз черпать черпать но нам это даже не приходилось делать потому что мы буквально объявили кастинг и через две недели мы нашли уже своих героев мы же был потрясающе маленький кота жамал мука маленький кастинг вашей жизни по факту да потому что да мы на самом деле вели переговоры со многими продюсерами не только с арменом и вели переговоры у нас интервью мы добрались до правда я не буду говорить с кем мы вели еще переговоры но конкретно про армена я скажу так мы сжимал после всех наших переговоров сидели разговаривали и она сказала классно фразу блин самый крутой армен да такая да но блин наверное он среди них всех самый недостижимый да наверно осилили ценник армена они это сам или нет вообще смотрите тут такая есть классная штука вот в чем класс девчонок в том что они выбрали самый вот наверно не казахский путь развития телевизионных проектов вообще не было такого чтобы вот так вот беспокойно без ничего они написали в директ просто приветики как дела да есть такое то самое я в это время помню если ошибаться с ребенком гуля на площадке где-то и пишу я говорю ну да давайте пообщаемся вообще вопросов когда все нам говорят вот как так как получилось что вы сработали с продюсером холостяка я сказала но мы просто написали ему директ и не таки а что так можно было деле григорий аветов вы знаете его наверное он тоже вот синергия большой форум я у него спросила как вы смогли добраться до майка тайсона он к этому написали его жене не хотела ли бы она заработать такую-то сумму если майк тайсон прилетит в россию он сказал прилетайте и они привезли лос-анджелес играли дома там playstation с майк тайсоном жена решила вопросы да и знаете вот этот вот случай что мы сейчас работаем с арменом с профессионалом такого уровня для меня лично лишний раз убеждает то что а в принципе в жизни возможно многое я не говорю фразу невозможное возможно это звучит слишком пафосно но наш проект именно про это это пять участников проблемы которых актуальна для всей молодежи казахстана выйти замуж найти работу купить жилье квартиру и заряд работу скорее самореализоваться до самореализоваться избавиться от игромании одна участница у нас пытается ну не пытается а будет открывать свой бизнес в деревне носили меня зовут анара мне 28 лет я хочу открыть детский центр в своем поселке для нас это было принципиальная позиция кстати про кустанай армен даже бы в кустанай и сколько восемь часов назад мы ехали на машине с безумным водителем потому что перелет всего лишь один раз в сутки это этому водителю тоже нужна трансформация на самом деле это по 200 неслись на трассе на этом на как это как это машина называется на я не знаю надеюсь доедем нужно отдать ему должное потому что он даже на огромной скорости когда мы неслись по ночному потому что трассе он даже спас лисенка который выбежал на трассу и он очень быстро затормозил всегда пристегивайте ремни вот это все такие вот снимать реалити-шоу в казахстане смотрите мне нравится в принципе в казахстане мне нравится в принципе снимать реалити-шоу когда это все соединяется потрясающе конечно что что но вы снимаете реалити-шоу в казахстане накануне нового реалити-шоу холостяк на тнт нового сезона у нас такой главный вопрос я хочу эксклюзив кто новый холостяк снимаю маску вы без работы как я могу знать нет нет дело в том что он еще не утвержден поэтому тяжело кому-то знать информацию которой еще нет слушайте но вот егор крит я честно не смотрела да потому что как-то егор крит не не особо интересен тимати мне нравится мне нравится как он вообще себя ведет как бизнесмен и мне действительно было интересно я до последнего момента думала что его расставание с решетовой это просто такой пиар холостяка и после холостяка он вернется к насти и они заживут тихой семейной жизни ну как бы глобально вообще супер если кто-то живет тихой семейной жизнью дай бог чтобы и у насти и у тимура вместе или отдельно было все отлично и у детей прекрасно вот но то что они расстались нам стало известно вот вот накануне ну то есть героя не было и когда мне вячеслав позвонил и сказал что я сейчас тебе расскажу новость но ты сильно удивишься я говорю кашто и вот он сказал что тимур как бы теоретически сейчас может стать это я говорю вау серьезным горит ну да вот и действительно так произошло но просто опять же мы все время почему-то думаем что мы находясь в качестве просто подписчиков и выуживающих информацию из телеграм-каналов и каких-то порталов знаем чуть больше чем герои эти даты мы почему-то считаем их глупыми которые вот допускают такие вещи ну смотрите у нас же есть аналитика и мы можем анализировать а у них нет вот хорошо мне все время так интересно что вы такие все умненькие это на счастье это на счастье да но вы знаете мне кажется что следующий холостяк это имена галаров потому что он тоже развелся и как будто бы тоже накануне но давайте за дым на холостяка на холостяка как вернуть зрителя к телевидению вот ваше шоу она будет его будут смотреть но она не спасет в целом телевидение давайте поговорим мы говорим о телевидении как о смотрении телевизора вот этой коробке которая стоит дома возле дивана или мы говорим о телевидении как о телевизионном контенте потому что вот вот этот контент ну судя вот я как являюсь его участником да как бы он же интересный у нас классный диалог мы что-то красивые девушки харизматично армянин с артикуляцией ну то есть можно теоретически показать данина стекляции можно теоретически показать по телевидению да но скорее всего каналы включая и российские и в казахстане скажут что ну наверное это не очень интересно вот почему-то да они примут такое решение поэтому вот а скажи я лично возможно нужно просто переключиться уже и не думать о телевидении как вот этом смотрении деревянные деревянной коробки вот этой старой добрый то есть телевидение она вот здесь вот вот в этом телефоне это тоже телевидение уже просто вы делаете просто крутой к нам нужно делать контент конечно я не верю в то что телевидение умирает и она сейчас не модно и никто его не смотрит вы посмотрите сколько стоит реклама на телевидении да почему же она такой намного дешевле чем реклама у блогеров ну смотря каких там единичных блоге comedy club production делать очень крутой контент делает для тнт и для других этих каналов конечно и для пятницы и для вы же могли бы его в принципе просто делать для youtube а почему все таки есть привязка к телевидению а какой проект холостяк youtube не может себе позволить никогда в жизни бюджет производства 12 серий или 13 серий youtube это вот три крамеры очень безумно талантливые операторы звукорежиссеры но это не шикарные свидания и выезд группы в 70 человек в страну с оформлением с ренталом спас перевозками машин и катерами да ты можешь в качестве блогера там снимать в две камеры свою жизнь как бы и но это все равно это сумасшедший по затратам качеству взаимодействию логистическому выстрел выстраиванию производству ну шоу то есть это дорого это не дорого это команда специалистов youtube там не может в ютубе нет такого канала который скажет а давайте сделаем холостяк они сделают вот ну наверное мне кажется что скоро тоже появится потому что youtube там развивается с тоже бешеной скоростью нет ну не знаю ты не представляешь ну смысле невозможно но вы привязаны к каналу потому что у канала есть бюджет нет потому что канал может себе позволить размах youtube не может себе позволить онлайн платформы которые я вам скажу я ни одну программу ни один ваш проект не танцы не за бузову замуж не холостяк не смотрела на телеканале тнт я смотрела его в ютюбе но это кстати вот для тех это же могут быть спонсор стоп стоп в ютюбе где на официальном канале тнт это официальный канал тнт то есть вы смотрели на тнт ну да вы не должны телевидение говорить о я обои как о ящике но конечно вы не можете его смотреть вы говорите что вчера что вы вчера прилетели из москвы сегодня там выспались я пришли у вас другая работа вы сейчас к откуда у вас восемь зум но как вы можете себе позволить сидеть возле телевизора и тратить время естественно вы его смотрите вот здесь мы когда обсуждали вообще задумывали этот проект мы принципиально решили что мы не будем показывать только астанур султан и алматы что казахстан это нам намного больше и по факту у нас сейчас участники из как считаю из караганды из кустаная и из алматы у нас даже нет ни одного участника там блин одни менторы и приходится постоянно возить всех участников участника с алматы нету на самом деле как у вас должен быть финал а важна не цель важен путь вот да дуру и спасибо отсутствие результата это тоже результат это значит что ничего не произошло а когда ты говоришь о том что трансформация это прежде всего путь потому что найти свою любовь и это ну то есть от стадии я готов к любви до стадии нашел там может быть короткий шанс но в шаг простите да но вот пройти вот это о том что человек осознал туда приготовил открыл свое сердце как вот с этой участницей допроску я про конкретного человека говорит вот это он это гораздо длиннее в нашем случае купить квартиру можно вот у нас наш ментор он сказал давайте я ему куплю квартиру он вот так сказал да он сказал давайте я ему куплю квартиру мы сказали что случае ни в коем случае это как бы не трансформация это подарок грида все правильно такой да 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 не нет нужно и мы пересняли этот дубль да и но то есть и мы сейчас для нас важен путь чтобы человек был к этому готов нужно ли заключать договор или контракт участником реальти что он пойдет до конца потому что в любой момент вот например на холостяки как вы делаете любой момент девушка может но просто понять что она проигрывает сказать суши я не хочу в этом участвует до свидания а я думаю что контракты на самом деле только если вот максимум на такие вещи как использование лица человек дает официальное разрешение на это но чисто бюрократические моменты заставить человек это же очень странно и зачем это то есть какое-то принуждение к трансформации но это наших мы даже когда у нас на кастинг приходили люди и они говорили о том что я могу сделать все что нужно для шоу вот вот все я готов на все мы их не брали принципиально потому что мы говорили для нас самое главное чтобы человек действительно хотел измениться в лучшую сторону и взял на себя ответственность за свою жизнь ну и люди к нам пришли действительно заряженные поэтому я так надеюсь что они не сорвутся с крючка но даже если они захотят уйти ну как бы мы пожелаем на что рассчитывают эти люди на славу на то что они действительно придут в цели или же этим людям просто нечем было заняться ну послушайте вот у нас вчера была съемка с игроманом который мальчик ему 26 лет он меня зовут осет мне 27 лет я игроман невероятно талантливый одаренный он даже на красный диплом закончил университет он сам как я был я сам был в шоке преподаватели мне сказали осет давай быстрее выходи у нас там защита проекта ты ты что не знаешь что ты идешь на красный диплом он такой серьезно да и и он игроман десять лет он играет у него просто вообще очень печальная история и он сам пришел к нам на интервью сейчас он проходит лечение в рамках нашего проекта я вчера разговаривала с его мамой и она такую вещь сказала она говорит конечно мне так не хотелось бы чтобы казахстан узнал обо мне в таком свете и о моей семье но я понимаю что это нужно моему сыну и нам нечего больше терять и вот такие у нас участники им нечего просто больше терять и мы для этот наш этот проект для них как такая знаете соломинка какая-то шанс на то чтобы все-таки выбраться очень крутое интервью и очень много энергии я думаю что у вас все получится спасибо пригласили